Второй год подряд команда губернатора Андрея Юрьевича Воробьева дарит нам необыкновенную сказку с участием олимпийских чемпионов, которые дарят спектакли необыкновенные и волшебные. К волшебству и подготовка соответствующая. Согласитесь, неожиданно увидеть ледовый каток посреди футбольного поля, пусть и зимой. Мы и сами не верили, пока не увидели своими глазами. Но именно для ледового шоу профессиональных фигуристов щелковские власти пошли на этот эксперимент, когда стало известно, что к нам приедет спектакль-сказка «Царевна-легушка» в постановке Петра Чернышева и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. В прошлом году шоу проводили в хоккейной коробке «Фока» на Дальнем Воронке, а там, к сожалению, его смогли увидеть не так много зрителей. Теперь устроили каток на поле стадиона, напротив южной трибуны, которая вмещает более двух тысяч зрителей. Никаких специальных средств или холодильников. Подушка из естественным образом выпавшего снега, многократно политая из шлангов. Получилось примерно 20 слоев натурального льда. Здесь мы работаем порядка месяца. Погода нам, к сожалению, была, скажем так, не в помощь. Но вчерашний день нам позволил сделать всю работу над ошибками. И в три часа ночи мы приняли этот каток и поняли, что на нем может состояться шоу. Звездные артисты во время репетиции опробовали щелковский лед, и он оказался полностью готов к нагрузке. Евгений Кузнецов исполняет в спектакле роль Бабы-Яги. И его коронный номер – прыжок сальто через голову. Да, вот я только что попробовал, как видите, сделал самый сложный такой элемент, который буду прыгать в шоу, чтобы мне тоже понимать. Это я прыгаю сальто назад, как бы в коньках. Ну ничего, все хорошо. Главное, что это же не вода, лед, замерзший, все, можно кататься. Увидеть красочные ледовые шоу в постановке и с участием настоящих звезд отечественного фигурного катания этой зимой можно в 25 городах Московской области. Все это в рамках программы «Зима в Подмосковье» и, главное, совершенно бесплатно для местных жителей. Заранее анонсированный спектакль вызвал настоящий ажиотаж. На трибунах мест даже не хватило, и многим пришлось стоять, но никто не в обиде. Зрителей приветствовали замглавы администрации городского округа Щелкова Герман Верницкий и депутат Госдумы Александр Толмачев. Здравствуйте, дорогие жители городского округа Щелкова и гости городского округа Щелкова. В поручении глава Алексеевича Пугакова я вас сердечно всех поздравляю с наступившим Новым годом. Сегодня я желаю всем провести хорошо вместе время, вы здесь пришли с сериями. Это, считай, самое лучшее времяпровождение, поэтому всем здоровьем. В ледовом спектакле «Царевна-легушка» задействованы около 40 человек. Это участники Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, победители и призеры российских и международных соревнований, мастера спорта Вера Базарова, Евгений Кузнецов, Владимир Литвинцев, Алина Устимкина и Надаримой Сурадзе, Антон Шибнев и Алла Лобода. На льду также артисты ледового театра под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышова и их юные воспитанники, потенциальное будущее фигурного катания. Постановку готовили весь декабрь и в основном по ночам, когда катки свободны. Я давно работаю и с Татьяной, и с Петром. Понятно, что мы готовили эту сказку. Все ребята абсолютно без исключений. Мы репетировали, у нас были именно ночные репетиции, то есть вплоть до 6 утра декабрь. Мы жили только ночной жизнью. Что мы любим в фигурном катании? Правильно, красоту и пластику движений. А еще прыжки, подкрутки, поддержки, выбросы, вращения и прочие элементы высшего пилотажа, которыми в совершенстве владеют только настоящие фигуристы-профессионалы. И всего этого в ледовом спектакле было предостаточно. А еще красочные костюмы в русском народном стиле и элементы светового шоу. Ну и, конечно, режиссерские находки. Сюжет русской народной сказки «Царевна-легушка» знаком каждому с детства. Но вкратце напомним. «Было у царя Еремея три сына, и велел он им выйти в чисто поле да стрельнуть из лука, чтобы найти себе невесту. На чей двор стрела упадет, туда и свататься идти. Стрелы старшего и среднего сыновей попали на купеческий и боярские дворы. А снаряд, пущенный младшим Иваном Царевичем, угодил в болото к лягушке. Ничего не поделаешь, придется жениться. Царь раздал всем трем невестам разные задания по хозяйству. И лучше всех справилась лягушка. А на пир она и вовсе приехала не лягушонкой в коробчонке, а в облике девушки-красавицы. Вдруг в разгар веселья поднялся великий стук да гром. А вместо лягушонки подъявились царевны, Василиса Требудрия. Тут бы и сказке конец, но нет. Сжег влюбленный в свою невесту Иван ее лягушачью кожу. И пришлось ему потом искать заколдованную красавицу за три девять земель у Кощея Бессмертного. По пути встретил он разную нечисть. Змей Горыныча, которому в бою поотрубал все три головы. Этот персонаж, кстати, у зрителей однозначно вызвал симпатию, нежели наоборот. Бабу-ягу тоже встретил в исполнении Евгения Кузнецова. А вот и тот самый его фирменный прыжок сальто назад. До Кощея добрался, сундук, утку и яйцо одолел, иголку отыскал и освободил свою царевну лягушку. Обоим на счастье, да на радость публике, которая, несмотря на прохладную погоду, готова была смотреть представление на льду еще и еще. Очень понравилось. Спасибо за хорошее настроение, новогоднюю музыку, классическое произведение. Взрослым и детям очень понравилось. Спасибо, очень классно. А костюмы вообще великолепные. Мне понравилось, когда лягушка стала принцессой. Прекрасное представление, большое удовольствие. Я из города Железногорска, Курская область. На восторге от спектакля. Там такие костюмы. Очень интересно было. Спасибо за чат. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Сергей Максимов и Александр Оржевский. Щелковское телевидение.